Доброе утро! Всем приятного дня! Свой юбилей Александр Степанов встречает на работе. Трудовое утро в его коллективе. Всегда не только доброе, но и веселое. С чувством юмора у юбиляра полный порядок. Утренний анекдот и смешная история – обязательная часть трудового расписания. 13 лет Александр Степанов возглавляет городское собрание депутатов. Коллеги говорят, он очень демократичный руководитель, позволяет даже подшучивать над собой. А главное качество спикера – уважение мнения других людей. Он сплачивает коллектив, любой депутатский корпус, аппарат собрания депутатов. Он постоянно с нами и в работе, и в мероприятиях, которые не связаны с работой. Александр Степанов из семьи военных строителей. Детство прошло в гарнизонах. Родился в Липецкой области. В биографии были Плесецк и Котлас, где отец строил космодром и маш-завод. Долгие годы семья жила в Коряжме. Именно там юбиляр научился игре на фортепиано и начал свой творческий путь. В 27 лет выпускнику Архангельского музыкального училища предложили возглавить музыкальную школу в Котласе. Коллектив был сильный, ученики талантливые. Вот только ветхое деревянное здание разваливалось. Строительство новой школы искусств пришлось на сложный период, конец 90-х. Когда вырыли котлован, потом на долгое время о школе забыли, потому что не было денег. И где-то этот котлован, на нем, на плотах ребята плавали лет 10 до того момента, когда процесс строительства пошел. Это был сложнейший период в жизни страны. И в тот момент школы, безусловно, закрывались. А мы сумели ее открыть. Музыкальную школу Александр Степанов возглавлял 20 лет. Всегда в работе придерживался заветов своего предшественника Виталия Дернова. Главными чертами характера Александр Степанов считает настойчивость и преданность своему делу и своей семье. В браке Александр Юрьевич почти 40 лет. Вырастил двух дочерей, они тоже музыканты. У юбиляра шестеро внуков. Кстати, он самый многодетный дедушка городского собрания депутатов.